Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи на регистрационный учет поставлено более 8 тысяч граждан. Это данные с 25 мая. Миграционные отделы отказались от выходных. Обманутых дольщиков в Сочи собрали за круглым столом. К диалогу пригласили представителей 28 объектов. Апартаменты в 250 квадратных метров достались новому жителю Сочи даром. В вольерном комплексе заповедника поселили леопарда. Всемирный день охраны окружающей среды экологи провели на пластунке. Сегодня от нам прошла акция о городу Сочи «Чистые реки». 650 километров региональных дорог отремонтируют в этом году в Краснодарском крае. Деньги выделяют из Дорожного фонда «Кубани». Это 28 миллиардов рублей. Тема стала одной из главных на планерном совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев потребовал активнее привлекать к ответственности недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки работ и делают некачественный ремонт. Стала известна и судьба затянувшейся реконструкции на улице Тургенева в Краснодаре. Подробности у наших краснодарских коллег. Метровые ямы, разбитые тротуары, грунт раскопаны до канализационных труб и ни одного рабочего. Так сейчас выглядит ремонт на улице Тургенева в Краснодаре. 7 месяцев и 27 дней компания-подрядчик пытается реконструировать одну из главных магистралей краевой столицы. Открыть новую дорогу обещали в середине апреля, но сроки постоянно переносят. Если автомобилисты худобедно привыкли объезжать этот участок, то для людей, которые здесь живут и работают, улица Тургенева превратилась в бесконечную полосу препятствий. Мне приходится на работу ходить в бахилах, потому что песок попадает в ботинки и потом приходится вытряхивать их. А я уже не говорю про дождь. Когда дождь, то здесь просто приходится в галошах проходить на рабочее место. Здесь не могут ездить машины, ходить люди. Ну и это город, это центр города, не может же такой разрухи быть. Уже год скоро, а ничего они не делают. Это разве можно вот так жить? На отрезке почти в полтора километра должны сделать не только новую проезжую часть и благоустроить тротуары, но и заменить ливневый коллектор вместе с канализационными сетями. О том, когда все-таки закончится ремонт одной из основных транспортных артерий Краснодара, у мэра города сегодня поинтересовался губернатор края. По данным контрольного управления, ее готовность 22%. Ну и как быть с улицей Тургенева? На самом деле, потому что обещания, которые давали, они не соотносятся с той реальностью, которую мы сегодня имеем. Работаем, я думаю, что к уложенному сроку определенного мы эти все работы завершим. Игорь Алексеевич, вы нам этот положенный срок определенный, у нас как бы он плавающий, поэтому вы нам можете назвать его конкретный и окончательный? 1 октября этого года, чтобы максимально сделали. Этого года, да, никаких переносов больше. Самые сложные работы уже завершаются. Остается уплотнение грунта, и потом мы выходим уже непосредственно в укладку асфальта. Вы сейчас обозначили конкретную дату, и явно, поверьте, на переносу уже не должна подлежать. А если вы ее еще раз перенесете, тогда уже не должны продолжать работать, как я уже говорил, те, которые вас заверили в том, что эта дата последняя. Жесткий контроль должен быть и за подрядчиком, который постоянно не укладывается в сроки, напоминает Вениамин Кондратьев. Компании нужно было рассчитывать свои силы до того, как она вышла на торги. После подписания контракта отговорок у строителей быть не может. И спрашивать с них обязаны муниципальные власти. Тем более, что ремонт дорог – одна из самых дорогостоящих статей расходов. В этом году региональный дорожный фонд составил 28 миллиардов рублей. Субсидии уже получили 247 городов и поселений. Однако активным ремонтом занимается чуть больше половины из них. И это при том, что деньги есть. Раз уже такие суммы мы себе можем позволить на поддержание, ремонт, строительство новых дорог, давайте сделаем так, чтобы этот результат был виден. 11 поселений. Деньги получили еще в январе. Еще даже к торгам не приступали. А когда они собираются их осваивать? Когда они собираются дороги ремонтировать или строить? Коллеги, это преступная нерасторопность. И никакая причина здесь не может служить оправданием для этой бездельности. Андрей Анатольевич, мы что, разучились с деньгами работать, что ли, или что? На самом деле это безответственность. Безответственное отношение к тем государственным деньгам, которые даются муниципалитетам, на выполнение, в первую очередь, их функций. Это безответственность. Я считаю, что эти муниципалитеты должны нести ответственность, в первую очередь, сотрудники. И уже на последующий период средства им не выделять. Пусть находятся с вами решили. Вы знаете, здесь нет, нет, это такое подходит не очень верно. Если средства не выделять, если мы средства не будем выделять нерадивым этим главам поселений, то пострадают люди, жители. А при чем здесь жители? Все, кто не оставил денежные средства, еще раз подчеркиваю, исходя из правого поля, те руководители поселений, должностные лица муниципальных образований, которые отвечают за то, чтобы дороги ремонтировались в срок и вовремя должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Своим заместителям Вениамин Кондратьев поручил проанализировать, как в реальности проходит реконструкция дорог в Краснодарском крае. Только в этом году отремонтировать должны 650 километров дорожного покрытия. И важны не только сроки, но и качество работ. Такие же требования предъявляются и к строительству школ. В текущем году на эти цели выделено около 4 миллиардов рублей. Не может быть, что-то сбилось, что-то не успели, что-то не освоили. А что-то требует немедленного ремонта, а что-то вообще сделано некачественно. И никто ни за что не отвечает. Но я еще раз, я здесь требую, надо прекратить вот так, по умолчанию прощать. То, что люди, жители, нам не прощают. Потому что те, кто берутся за подряды муниципальные и государственные, они уверены, что им ничего не будет, засрыв этих подрядов. Вот с этим надо завершить раз и навсегда. Если сорвал выполнение государственного муниципального подряда, значит должна быть ответственность. Или финансовая, или административная, а если нужно, уголовная. Как пример нерасторопной работы подрядчика, глава региона привел строительство школы в хуторе Ленина. Сдать ее должны были еще в 2017 году, но работы до сих пор не закончены. По словам мэра Краснодара, переносов сроков больше не будет. Дети пойдут в новую школу в сентябре. Александр Иванченко, Инна Чайка, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. К сбору о зимах готовы. На Кубани уже в ближайшие дни в поля выйдет техника, чтобы начать покос ячменя. Всего в текущем году предстоит убрать больше полутора миллиона гектаров зерновых, колосовых и зернобобовых культур. При этом практически все засеяно кубанскими сортами. Об этом губернатору края рассказали в Национальном центре зерна имени Лукьяненко. Вениамин Кондратьев сегодня посетил опытные поля, где селекционеры выращивают новые виды пшеницы, чменя и тритикали. Это гибрид ржи и пшеницы. Здесь по 120-140 зерен в колоске, в колосе, то есть, вот смотрите, да, огромное, вот если посчитать, это здесь 30 с лишним колосков. Как бы можно подумать, что это создано вообще руками человека. Да, это мы, и мы счастливы. Вот так вот, оказывается, что природа, а сегодня корректируется она человеческим мозгом, человеческим трудом. Губернатору показали новые сорта пшеницы. Кубанские селекционеры добились повышения урожайности. Например, если в прошлом году максимальные показатели были на уровне 90 центнеров с гектара, то сейчас уже есть виды пшеницы, дающие 113 центнеров с гектара. Аэропорт Сочи принял первый рейс из Астаны. Новые регулярные прямые рейсы из столицы Казахстана выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам. Прибытие рейса в Сочи по вторникам в 11.05. Вылет в Астану в 12.15. По субботам прилет в Сочи в 14.40. Обратный вылет в 15.55. Полеты осуществляются на воздушных судах «Боинг» вместимостью 144 пассажира. Время в пути 3 часа 20 минут. Казахстанская авиакомпания «СКАТ» этим летом также приступила к выполнению прямых регулярных рейсов «Актау-Сочи». Полеты по понедельникам и четвергам. Подробную информацию о расписании можно уточнить на сайте авиаперевозчика. В Сочи на регистрационный учет поставлено более 8 тысяч граждан. Это данные с 25 мая. Согласно указу президента, сотрудники миграционных отделов переведены на усиленный вариант несения службы. Безопасность чемпионата мира по футболу – обязанность России как страны-организатора турнира. Поэтому на территории городов, принимающих чемпионат, введен особый порядок регистрации граждан. Для гостей Сочи, которые планируют проживать в гостиницах, санаториях, домах отдыха, процесс регистрации практически незаметен, так как этим занимается администрация мест размещения. Граждане России и иностранные граждане и лица без гражданства в течение трех дней с момента прибытия в Сочи подлежат постановке на миграционный учет. Регистрацией иностранцев занимается принимающая сторона. С 25 мая на учет поставлено более 8 тысяч граждан ежедневно в отделы по вопросам миграции. Поступает свыше 200 заявок как от самих граждан, пришедших в полицию лично, так и от администрации, средств размещения и МФЦ, куда многие также обращаются с заявлениями о регистрации. Чтобы справиться с таким объемом работы, сочинским коллегам помогают полицейские, специально прибывшие для работы в период проведения чемпионата из других районов края. Кроме того, подразделения по вопросам миграции изменили график работы. Подать заявку на регистрацию можно ежедневно без выходных с 9 до 18 часов. Свидетельство о регистрации выдается в этот же день. С гражданами, конечно, общались. Они сначала приходят как бы испуганы, думают, что у нас тут безумные очереди, что это все занимает очень много времени и тяжело это оформлять. Но потом удивляются, что оказывается все это легко, бланки доступны, все доступно, заполнили, обратились с принимающей стороной. Мы оказали госуслугу и пришли для получения уже в удобное время. Все достаточно быстро. Для меня, во всяком случае, я пришел, в течение 15 минут заполнился, сдал. И сказали вечером прийти в 7 часов. И пришел, получил тоже достаточно быстро, оперативно. Мне, в общем, все понравилось. Жителям Краснодарского края, пребывающим в Сочи, регистрация не требуется, если они постоянно прописаны на территории края. Еще один важный момент. Во время проведения чемпионата подать заявку на регистрацию через портал госуслуг будет невозможно. А паспорт болельщика не является гарантом регистрации. Центральная набережная Сочи готова к летнему сезону. В этом убедился глава города. Анатолий Пахомов сегодня провел инспекцию прибрежной полосы в центре курорта. Каждый пляж должен иметь паспорт готовности. Пляжей в Сочи около 200. Около половины муниципальные. Они переданы в управление арендатором. Условия содержания прибрежной полосы для всех одинаковы. Пляж должен быть чистым, широким, не меньше 20 метров до кромки воды. И оборудован необходимой инфраструктурой для отдыха. Многие арендаторы на центральной набережной соблюдают эти требования. За исключением пансионата Эдем. Еще перед началом летнего сезона муниципалитет потребовал открыть эту территорию для свободного доступа туристов. Соответствующее решение вынес и суд. Но руководство пансионата выполнило требования по-своему, разделив тротуар на две части ограждения. Мэр Сочи был возмущен тем, что снова захвачена муниципальная территория. Мы требовали одно. Набережная должна быть в полном объеме набережная. Не половинка вот эта, а полностью, как прописано судом. Руководству Эдема дано немного времени, чтобы убрать с тротуара свои ограждения и привести прогулочную зону в порядок. У власти остались вопросы и к пляжной зоне, которую пансионат взял в аренду у города. Она до сих пор не имеет паспорта готовности и не оборудована по общим нормам. Так что администрация оставила за собой право передать этот пляж более добросовестному арендатору. Сама центральная набережная уже готова к приему гостей. В начале сезона один из пляжей в этом районе получил высокую оценку в виде голубого флага. Это международная награда от экологических организаций за чистоту воды и благоустройство. В целом можно сказать, что мы с каждым годом улучшаем качество пляжных услуг. Мы добились подтверждения это международными организациями, но впереди много-много работы. Самое главное – это чистота, чистота воды, это соблюдение всех правил Санпина, чтобы на пляже не было торговли, которая может привести к отравлениям. Добавлю, что голубые флаги получили еще пять пляжей в других районах курорта. Обманутых дольщиков в Сочи собрали за круглым столом. Администрация города провела очередное совещание с участниками долевого строительства. К диалогу пригласили представители инициативных групп объектов, которые входят в Краевой реестр проблемных строек. В ходе встречи обсудили, как решается проблема незавершенного строительства на курорте и даже предложили несколько поправок к законопроекту. Одной из главных проблем Сочи до сих пор остается тема долевого строительства. За круглый стол руководства города специалисты профильных департаментов пригласили обманутых дольщиков. И начался он с подведения итогов. Если говорить о городе Сочи, у нас в реестре, подписанном губернатором и прокурором Краснодарского края, 221 проблемный объект. В финале мы имеем 18 задержанных лиц. Из них несколько уже осужденных приговором суда, в том числе и порядка 30, если мне не изменяет память, уголовных дел, которые расследуются специально созданной группой в главном следственном управлении Краснодарского края. На этот раз инициативная группа покупателей, жилья в наиболее проблемных объектах курорта, их 28, детально изучила ситуацию по каждому жилому комплексу. Представители некоторых ЖК, выступив за трибуной, дали оценку тому, на каком сейчас этапе находятся решения их проблемы. А некоторые представители, например, жилого комплекса «Княжьи подворья» пришли с конкретными предложениями, например, внести поправки в российское законодательство. Правильно ли мы понимаем на нашем с вами языке дочеку, что администрация будет готова заключить мировое соглашение с реестром кредиторов, которые состоят только из физических лиц дочек? Тех, кто пострадал в результате действий за строительство. Потому что сегодня... По ряду объектов уже принято решение о поиске новых инвесторов, которые завершат строительство. Муниципалитет, в свою очередь, готов разрешить достроить дома с учетом предоставления различного рода преференции. Их несколько. Увеличение числа квартир или расширение территории строительства, чтобы инвестор мог компенсировать затраты. Такой выход из положения, например, предложен руководству объектов «Зочи». А инвесторам ЖК «Фристайл», что в переулке Трунова, как раз позволили увеличить площадь застройки. И главное, подобные встречи и конструктивный диалог с властью надо продолжать. Только так можно сократить число проблем надлагостроив на курорте. Наша задача совместно с администрацией города Сочи и с вашим мэром Пахомовым наладить диалог и помочь жителям. Ту инициативу, которую сейчас поддержал Анатолий Николаевич, в том плане, что в судебном акте должно быть учтено в реестре кредиторов жители, которые оплатили свои дома, они фиксируются. Эти бумаги приносятся в администрацию. И тогда вот именно за этих жителей, которые оплатили свои квартиры, стопроцентно администрации, будет помогать. Мы считаем, что это большой успех, потому что до сегодняшнего заседания самострои стояли особняком. Мы не знали, с какой стороны к ним подойти. Но сейчас диалог уже налаживается. Предложения, которые озвучили на встрече, участники долевого строительства взяли на карандаш. Планируется, что представитель инициативных групп дольщиков донесет до депутатов Госдумы всю важность поправок в закон о защите прав дольщиков. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Депутат Государственной Думы от Сочинского округа Константин Затулин встретился с сочинцами. Прием граждан прошел в рамках очередной региональной недели. Кто-то пришел впервые в приемную депутата, а кто-то наведывается к народному избраннику регулярно. Ситуации, в которых оказались граждане, порой не могут решиться годами. О некоторых из них в следующем материале. Истории, которые тянутся годами, где депутат становится последней инстанцией, часто звучат в этой приемной. Одну из них рассказали жители бараков в Дагомысе. Туда их заселил еще при советах БАМ «Стройпуть», который намеревался возвести на берегу моря санаторий. Строителей пригласили, и на этом все. Далее приватизация, перепродажа имущества. Неизменным оставалось только одно – место проживания тех самых рабочих. С приходом нового собственника ситуация изменилась в корне. Отключили воду, отключили нам свет. Мы уже второй год без воды и без света. Нам предприниматель один дал электричество. Только я даже утюг не могу включить, чтобы погладить. Новый собственник намерен попросту выжить людей. В судебном порядке разрешить проблему не удалось. Ответчик не явился в зал заседаний. Повлиять на эту ситуацию пообещал депутат Госдумы. Как, впрочем, и на другую. Следующие посетители приемной также оказались озадачены жилищным вопросом. Они не могут договориться с санаторием «Голубая дача», на чьей территории располагаются их дома. Этот санаторий должен построить дом для всех жильцов. Отселить их должны туда. После этого эти дома идут под снос. Но они начали не с переселения, а ломать. Есть программа «Бетхое жилье». Но они отказались от этого, от этой программы «Бетхое жилье». Вот и получается, что собственник, а это Минздрав Ростовской области, ведет себя как известный герой романа «Лопы де Вега». Сам не использует объекты и территорию, и другим мешает. Санаторий не функционирует. Судя по всему, средств в Ростовской области нет. И сейчас мы поставили вопрос перед губернатором, или вы развиваете эту территорию, или надо принимать какие-то решения. В конце концов, в Сочи земля дорогая, и всегда найдется, кому здесь быть. Вопрос ребром прямо во время приема граждан Константин Затулин поставил и перед Теплоэнерго. Тарифы растут, при этом от населения в ультимативной форме требуют платить не только за горячую воду и отопление, но и за общедомовые приборы учета. Их гражданам обещали установить бесплатно, но после установки стали требовать денег. Насколько это обосновано и законно, предстоит разобраться юристам сочинской приемной депутата. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. 6 июня в Дагомысе отключат газ. Специалисты будут ввести плановый ремонт газопровода в районе Батумского шоссе. Это нужно, чтобы подготовить оборудование к осенне-зимнему сезону. На время работ в течение нескольких часов возможно отключение от газоснабжения указанных жилых домов на улицах Ленинградская и Батумская шоссе. Также без газа останутся предприятия, расположенные на этих улицах. Список вы видите на экране. Повторный пуск газа будет произведен сразу по окончании работ. Абонентов просят обеспечить доступ специалистам Сочи-Горгаза к оборудованию и иметь на руках действующий договор на техобслуживание. Дополнительную информацию можно получить по телефону 252-28-08. Апартаменты площадью 250 квадратных метров с бассейном, игровой площадкой и зоной для прогулок достались новому жителю Сочи даром. Сегодня в вольерном комплексе Кавказского биосферного заповедника поселили трехлетнего леопарда по кличке Скиф. Он прибыл на курорт несколько дней назад из сафари-парка Геленджика. На старом месте большой кошке не нравился климат. К тому же он содержался в небольшой клетке. А в Сочи у него теперь отдельный вольер. В планах подселить к Скифу подругу. Опять же, такого питомника, может быть, это в цирке есть, бывает, потому что бывают такие животные, которые лапку подвернула. У нас здесь находятся животные, те, которые мы берем природные. Здесь брошенные животные, отобраны фотографов, раненые. Мы вылечиваем птицы все. Поэтому, думаю, такое животное найдется. С удовольствием возьмем его сюда. Леопард на новом месте чувствует себя пока не очень комфортно. Испугавшись внимания со стороны СМИ, он спрятался в домике. Впрочем, как говорят сотрудники вольерного комплекса, аппетит у хвостатого новосела хороший. Съедает по 2,5-3 килограмма говядины в день. А сегодня в честь новоселья Скифа угостили крольчатиной. По соседству с леопардом обитают зубры, благородные олени, кабаны. В вольерном комплексе содержится более 30 видов животных и птиц. Всемирный день охраны окружающей среды экологи курорта провели на Пластунке. Сегодня в этом селе прошла акция «Городу Сочи. Чистые реки». В итоге состояние прибрежной зоны зеленые оценили как удовлетворительное, в отличие от территории, соседствующих с домами местных жителей. Почитали участники экологической акции и виды мусора в процентном соотношении. Как известно, прибрежная полоса реки Сочи в районе села Пластунка заставлена беседками для пикника. Бронировать столик на уикенд сочинцам приходится заранее. Место уже очень популярное. Как оказалось, именно по этой причине здесь скапливается мусор. Не успеваем вывозить. Так оправдываются предприниматели. А у вас тут отдохнуть можно? Скажите, пожалуйста, а до того, когда мы приедем, тут можно немножко мусор убрать? Это вас беспокоит экологический совет при главе города. Я уберу его. Все, мы через 15 минут подъедем. Подъедем через 15 минут. Хорошо, уберем. Ну, спасибо. И все же, несмотря на востребованность места под Пластунским самшитом, экологическая ситуация здесь благоприятна. Это вердикт членов постоянно действующего совета при главе города, которые стали участниками акции «Городу Сочи. Чистые реки». Компанию им составили сотрудники департамента по охране окружающей среды и лесопаркового хозяйства курорта. Специалисты отмечают, предприниматели с туристами оказались более сознательными, нежели местные жители. Мусорные мешки быстрее наполнялись у домов селян. Вот только найти эти свалки не всегда просто. Наши жители позволяют себе жить в нечистотах. Потом эти грязные истоки просто так или иначе стекают в наши реки. Ну, соответственно, мы потребляем эту воду, в ней купаются наши дети, мы сами. Это может нанести непоправимый урон нашему здоровью и просто нашей территории. И в этом плане и администрация города, администрация края, и администрация Российской Федерации, руководство к этому принимает очень много усилий. Все начинается с малого, как река с истока, так и экологические проблемы сброшенного окурка. На берегу же реки экологам попался и пластик. Он составил 85% от всего собранного мусора. По 5% нашлось металла, стекла и резины. И весь этот вред окружающей среде наносит лишь человек. Насколько очень важно всем вместе смотреть, наблюдать, действовать, для того, чтобы та среда, в которой мы живем, она была комфортной, она была чистой, она была безопасной для всех нас. И включая наше будущее поколение, это дети. И мы, естественно, должны показывать большой и очень важный пример. Нельзя забывать о том, что тот мусор, который вы производите, его необходимо собирать. Беречь окружающую среду необходимо не только в красный день календаря. Соблюдать чистоту на улице нужно, как и дома, ежедневно. Рассчитывать на туристов курорту почти не приходится. Вся ответственность на самих сочинцах. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается кинофестиваль «Кинотавр». В залах после просмотров разгораются жаркие дискуссии. Речь идет о конкурсных лентах, что вызвало сожаление, а что возмущение у первых зрителей расскажет Елена Овсецина. Четвертый день кинофестиваля. И по традиции он начинается с пресс-конференции. Продюсеры, режиссеры, артисты, журналисты обсуждают, как сделать нашу жизнь лучше. Ведь кино – это отражение действительности. И темы, которые предлагают сценаристы на этом «Кинотавре», достаточно волнующие и, увы, реалистичные. Практически все картины основаны на реальных событиях. А реальность такова. Дочь готова идти на убийство матери в результате несправедливого к ней отношения. И собственная мать становится катализатором всего чудовищного. Сейчас ты берешь, отрываешь от меня кусок. Ну, кто? Кто дал тебе право распоряжаться чужой жизнью? Обиды порождают коварные планы. В последний момент дочь решает не идти на преступление, но запущенный маховик разрушения уже не остановить. Погибает брат, у которого остается ребенок. И как с этой виной в смерти близкого человека, но уже с какими-то доставшимися ей материальными благами жить дальше героиня, которая к тому же еще и ждет своего ребенка. Я считаю, что она сломала свою жизнь, жизнь своего мужа, будущего ребенка, Сони. Мама вряд ли переживет с таким здоровьем. Смерть любимого сына. То есть, это не джекпот. Продюсер фильма «Пусть будет Лиза» отметил в сочности фильм про Бога, про расплату за собственные грехи, про то, что даже в хорошем человеке может поселиться монстр. Хотя только в одной сцене зритель видит храм, мимо которого и проходит героиня. Это сделано намеренно, чтобы поселить зрителю надежду какую-то минимальную, на то, что все-таки она там пойдет, может быть, раскается, или там постоит перед иконой. Мы сделали специально так, что она проходит мимо храма. Обида, но уже сына на отца в другой киноленте представленной в основном конкурсе. Это фильм «Временные трудности». Главной роли Ивана Хлобыстин. На пресс-конференции представители СМИ полностью раскритиковали киноленту за жестокое отношение к мальчику-инвалиду. Журналисты опасаются, как бы кинофильм не стал для родителей призывом к действию. С этого дня ты будешь как все. Знаешь, я в жизни видела только один раз настоящую любовь. От меня не убежишь. Ты даже не представляешь, как мне было сложно. Я ему легко. Режиссер Михаил Расходников пытался обратить внимание общества на проблему детской инвалидности. Все остальное он назвал художественным образом. СМИ не согласились и пообещали написать разгромные рецензии на фильм. А зритель скажет чуть позже свое слово. Продюсер обещает запустить ленту в массовый прокат. Но то, что к российскому кино сейчас, в отличие от 90-х годов, большее внимание говорят не пустующие залы. Даже на просмотре конкурса «Короткий метр», где свои кинематографические работы представляют начинающие режиссеры. Сегодня аккредитованные участники Кинотавра увидят фильмы «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, «Два билета домой» режиссера Дмитрия Месхьева. А на площади под открытым небом одна из громких отечественных премьер фильм «Лед». Елена Овсецовна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от партнера программы «Санаторий Черноморья» приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-здоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.